всех приветствует компьютерная академия и наш партнер сайт ремонтка . про сегодня мы рассмотрим очень важный интересный вопрос как разогнать монитор windows а если что и обратно вернуться очень часто этот вопрос задают наши зрители как вы знаете частота обновления экрана вашего монитора это важная характеристика определяющая сколько раз секунду обновляется изображение на экране несмотря на то что продажи есть мониторы ноутбуки с высокой частотой обновления экрана например 144 герц или 240 а может быть даже все 360 у большинства пользователей стоит лишь стандартная частота 60 герц в некоторых случаях его можно увеличить до 75 а иногда и более высоких значений то есть разогнать монитор в данной секретной инструкции мы подробно расскажем о том как разогнать монитор матрицу мониторов windows различными способами иногда это позволяет улучшить качество динамической картинки в некоторых случаях довольно таки заметно итак поехали итак давайте разберемся с вопросом любой ли монитор можно разогнать суть разгона монитора заключается в увеличение частоты обновления в передаваемом ему сигнале с помощью настроек специальных программных средств а при этом чисто частоты выбираются выше заявленных производителем применив настройки мы анализируем может ли матрица монитора работать с выбранной частотой иногда оказывается что работает вполне исправно и именно с повышенной частотой обновления но результат не всегда положительный и здесь следует учитывать ребятки следующие моменты скажем следующее не все мониторы в принципе поддерживают разгон во многих случаях во многих случаях вы получаете сообщение вне диапазона или out of range или аналогичное после выбора повышенной частоты наши зрители очень часто что делать что делать я вот выставила у меня вот это вот вне диапазона следующее максимально возможная частота обновления зависит от интерфейса подключения вы видите все это дело раскладку на нашем скриншоте версии интерфейса и разрешение экрана например для hdmi важен даже используемый кабель как ни странно обусловлено это разной шириной пропускной способностью шириной канала различных интерфейсов и увеличением количества передаемых данных при повышении частоты например частоту увеличить частоту 4к монитора по hdmi 2.0 до 75 герц не получится как ни странно а по интерфейсу hdmi 2.1 или thunderbolt 3 возможны и более высокие частоты подключение dvi при разгоне лучше и вовсе не использовать по любому лучше всегда не соваться для full hd это 1920 пи проблем с пропускной способностью по и земляю и дисплей порту быть не должно при использовании hdmi 2.0 на большинстве мониторов кроме 4к тоже вот вы видите таблицу максимальных частот обновления для разных интерфейсов подключения будьте внимательны смотрите изучайте и знаете матчасть скажу следующее не используйте переходники или какие-то адаптеры для подключения монитора при разгоне следует использовать одинаковые разъемы на видеокарте и мониторе по любому очень важно скажу следующее для наших зрителей очень важно вся ответственность за то что что-то может пойти не так в редких случаях конечно серьезно не так полностью именно на вас каких-либо гарантий здесь давать не получится и в завершении вот этого очень важного вопроса еще один важный момент прежде чем приступить к этим телодвижениям разгону и так далее я вам рекомендую создать точку восстановления системы для возможности быстрого отката всех сделанных изменений точка восстановления образ диска кронис и различные другие так сказать диски у нас имеются или флешки так что удачи вам идем далее ну а теперь давайте разберемся со способами разгона наших мониторов есть несколько методов увеличения обновления частоты обновления экрана сверх установлены производителем основные способы увеличить герцовку мониторов это программы от производителей графического оборудования а это панель управления nvidia а мд редуан адреналин дишин центр управления графикой intel в этой утилите несмотря на доступные соответствующие настройки изменения не всегда могут выполняться правильно следующее программное обеспечение кастом резолюшн утилители цру это универсальное программное обеспечение для любых видеокарт итак следующий вопрос увеличение частоты обновления экрана в панели управления nvidia и так сначала рассмотрен способ разгона монитора с помощью панели управления nvidia он подойдет лишь в том случае если монитор в том числе и внутренний дисплей ноутбука подключен именно к этой видеокарте и так шаги будут у нас следующими заходим в панели управления nvidia можно зайти туда через контекстное меню рабочего стола в 11 день может потребоваться нажать дополнительные параметры есть такая штука или через найти зайти туда можно через поиск в панели задач вводим nvidia а не панель управления второй пункт в панели управления nvidia переходим в раздел дисплей далее изменение разрешения если вкладка дисплей отсутствует видимо монитор подключен не к чипу nvidia а к интегрированной видеокарте подробно у нас есть старое видео под названием нет пункта дисплей в панели управления nvidia и так зашли мы в изменение разрешения и нажимаем кнопку настройка пункт номер три здесь мы отмечаем пункт включить режимы не предлагаемые дисплеем и нажимаем создать пользовательское разрешение пункт номер четыре ответственный здесь нам надо установить разрешение экрана если требуется его изменять а также частоту обновления рекомендуется повышать не сразу до нужных значений например 75 герц а поэтапно повышать со стандартным со стандартного на малые значения например на 5 герц а после установки параметров нажимаем кнопку тест обязательно продвигаемся далее по по нашему видео пятый пункт очень важный монитор ваш будет переведен в выбранный вами режим через короткое время настройки вернуться к исходному состоянию и появится уведомление о результате теста с предложенным с предложением добавить его список разрешений если при повышенной частоте проблем не наблюдалось вы можете добавить данное разрешение в список доступных либо не сохранять его а дополнительно увеличить частоту экрана для следующего теста это очень правильно шестой пункт тоже важный и так получив рабочую частоту при желании можно проводить тесты при изменениях вплоть до одного герца и сохранив ее в списке разрешений вы сможете выбрать соответствующее разрешение и частоту в панели управления nvidia и установить его на постоянной основе скажем плюсы тут есть плюс это у нас в относительной безопасности параметры изображения автоматически возвращаются к исходному после теста это очень важно минусы ну поддержка только видеокарт nvidia geforce так что вот этот способ довольно-таки неплохой запоминаем так следующий вопрос разгон наших матриц наших мониторов программе кастом резолюшн утилити или цру кастом резолюшн утилити это универсальная утилита для настройки нестандартных разрешений частот обновления экрана скачивать по ссылочке в описании распаковываем архив в удобном вам расположении и так запускаем утилиту в ней вы можете добавить свои разрешения желаемой частотой обновления в двух разделах деталь от резолюшн и стандарт резолюшн предпочитаем им является первый раздел деталь от наиболее простым в плане действий 2 разрешение отображаемые в первом списке деталь от резолюшн будет считаться предпочитаемым системой при добавлении новой частоты экрана в детали от резолюшн вы можете использовать следующие шаги и так первое нажимаем от а списке вот именно нажимаем от списке деталей резолюшн пункт номер два выбираем опцию cvt rb2 для более новых мониторов cvt rb или rb для более старых мониторов и или automatic pc для большей совместимости идем далее третий пункт при необходимости указать разрешение экрана по умолчанию будет указано родное разрешение монитора пункт номер 4 укажите значение частоты обновления в пункте refresh rate и нажмите ok как и в предыдущем случае не рекомендуется сразу значительно повышать частоту обновления используйте именно малый шаг по чуть-чуть пятый пункт укажите ok в главном окне программы закройте и перезагрузите ваш компьютер здесь важное замечание здесь и далее мы предполагаем выполнять именно перезагрузку как более надежный способ но некоторым захочется перезапустить драйвер видеокарты с помощью файла restart excel и restart 64x в папке cru но после перезапуска драйвера он может и не восстановить так что просто перезагрузочку делаем будет у вас все правильно шестой пункт выбираем новую частоту обновления экрана в параметрах windows или панели управления nvidia md intel а после перезагрузки он там должен появиться она должна быть добавлена подробнее как выбрать частоту обновления экрана в винде у нас есть отдельное видео на канале компьютерной академии это беспроблемно у нас решается и так при использовании при использовании изменения частоты в расширенных параметрах экрана windows 11 и windows 10 если изображение пропадает достаточно будет не принимать никаких действий достаточно будет подождать около 10 секунд чтобы они были возвращены на предыдущие так сказать параметры так что спешить не надо не получилось погасло ждем возврат автоматом приходит пункт седьмой и так если изображение не пропало его все хорошо работает можно снова запустить программу cru и отредактировать частоту в ранее созданном разрешении дополнительно увеличив его затем повторить шаги перезагрузка и тест новой частоты обновления ну а теперь от нашего канала еще один вариант действий для detail at resolution первое выбираем имеющуюся частоту с нужным разрешением для которого вы будете увеличивать частоту в списке и нажимаем edit затем кнопку копии для копирования параметров буфер обмена далее закрываем окно настройки выбранного разрешения идем далее пункт номер два нажимаем кнопку от внизу списка detail it resolution нажимаем пасты для вставки параметров а затем указываем увеличенное значение частоты в рефреш рейд и нажимаем ok затем ok в cru и закрываем программу далее 3 обязательно перезагружаем ваш компьютер применяем новые частоты обновления в параметрах экрана windows и панели управления вашей видеокарты проверяем работает ли монитор с новой частотой обновления если она не подходит никуда не спешим 10 секунд она должна вернуться назад ну и следующий четвертый пункт если все работает исправно дай боже вы можете дополнительно разогнать монитор отредактировав ранее созданные вами разрешение изменив его частоту сторону увеличения а после перезагрузки вновь протестировать свою систему ну а теперь еще один способ при использовании списка стандарт resolution шаги будут проще но есть ограничения по максимальной частоте и только стандартным соотношением сторон экрана и так первое нажимаем кнопку от внизу списка второе выбираем разрешение из списка или при отсутствии нужного другое другое разрешение от озер резолюшн и вводим разрешение далее введите желаемую частоту обновления вашего экрана далее четвертый пункт нажимаем ok перезагружаем компьютер и пробуем применить добавленную частоту используя параметры экрана винды или панели управления nvidia amd и intel скажу следующее все перечисленные варианты срабатывают чаще других но являются лишь базовыми в зависимости от конкретного монитора типа подключения и видеокарты могут потребовать потребоваться детальные ручные настройки информацию по которым можно получить на официальном сайте кастом резолюшн утилити и стоит помнить что разгон монитора это всегда попытки то есть попытки с надежды но без гарантии положительного результата так что вот я вот не знаю разгон тут такое дело ну попробовать конечно можно идем далее продвигаемся далее по нашему видео дополнительная секретная информация от нашего канала и так несколько дополнительных нюансов касающихся разгона матрицы вашего монитора и так иногда удается выставить повышенную частоту изображения на мониторе частоту и изображение в принципе мониторе есть хотя по факту она продолжает работать заводской частотой условно пропуская кадры посмотреть не происходит ли это в вашем случае можно изменяя частоту меняя частоту с исходной на увеличенную и изучая динамические сцены либо с помощью специальных сайтов таких как тест у фу точка ком ссылочка у нас будет в описании тоже изменяя на этом сайте частоту и сравнивая результат на сайте доступно еще несколько различных правильных тестов следующая фишка если ваша видеокарта не способны выдавать fps равны или выше частоты монитора в играх то увеличение частоты обновления мало что даст более того плавность картинки может даже снизиться из-за пропуска кадров но еще одна штучка у нас есть возможно ситуация когда увеличивать частоту обновления удалось изображение есть и с нужной плавностью но монитор постоянно выводится сообщение о том что сигнал вне диапазона поверх картинки к сожалению решение данной ситуации кроме как возврата в исходное состояние нет сообщение выводится из-за того что разрешение и частоты нет данного разрешения частот нет списке поддерживаемых в прошивке вашего монитора несмотря на то что по факту она может работать в выбранном режиме это у нас уже не лечится ну и последний очень важный вопрос который все ждали если что-то пошло не так итак при использовании описанных способов изменения частоты экрана и при применении измененной частоты в панелях управления видеокарты либо в параметрах windows если изображение пропадает обычно подождать нам надо всего лишь 10-15 секунд ничего не нажимая чтобы она вернулась к предыдущему рабочему разрешению но если вы что-то где-то накосячили очень сильно и этого не произошло вы можете сделать следующее первое использовать заранее созданную точку восстановления системы из среды восстановления windows по-любому с помощью диска кроне с помощью других дисков . то есть образ диска c это самый оптимальный вариант чтобы потом не мучиться сохранили где-то в стороне так сказать все вашего всего настройки вашей системы и все можете дальше уже на балалайке играть следующее что можно сделать это выключить персональный компьютер и подключить монитор к другому интерфейсу при этом при загрузке параметры для подключенного на другом выходе мониторе скорее всего будут установлены в параметре по на параметры по умолчанию так что вот этот способ тоже попробуйте ну и последний способ случае ноутбука что надо сделать это надо выключить его подключить внешний монитор к вашему ноутбуку и выполнить возврат настроек на втором мониторе вот как то так я думаю у вас что-то получится про мне персональный компьютер по подобию ноутбука тоже можно сделать подключить монитор немножко другой к другому разъему вашего персонального компьютера и выполнить возврат настроек именно на втором мониторе так что удачи вам и всего самого хорошего в решении этого очень щекотливого вопроса это канал компьютерная академия и наш партнер сайт ремонтка . про я думаю данная информация принесла вам пользу подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки нажимайте на колокольчик с нами будет интересно